В Щелийском районе приступили к кладке стен нового завода по выпуску тампонажного цемента. Это один из уникальных индустриально-инновационных проектов региона, было подчеркнуто на заседании аппарата Акима области. В ноябре в Казаларде состоится традиционный инвестиционный форум «Байконер Инвест». На диалоговой площадке встретятся отечественные и зарубежные инвесторы, представители военно-промышленных, авиакосмических организаций. Будут обсуждены перспективы развития города и космодрома «Байконер». Задача стоит, чтобы «Байконур» превратить из моногорода, который занимается только космическим проектом, город многотрестового направления. То есть вот этот шанс, который у нас сейчас появился, в связи с тем, что идет переориентация с Восточного на Байконур, это уникальный шанс. Это ситуация, которая позволяет нам вдохнуть вторую жизнь в Байконур. От нас зависит. Это будет просто потом металлом или это будет действительно инфраструктура, которая будет работать на развитии. Поэтому есть политические воли, есть договоренности, установившиеся с Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому вот эти проекты совместно с Роскосмосом и военно-промышленной комиссией Российской Федерации мы должны реализовать на территории. Это и создание совместных предприятий, это и создание технопарков, это и создание новых возможностей для подготовки кадров и повышения квалификации. На контроле отопительный сезон. 600 домов подключены к теплу. Остальные 92 дома будут охвачены на этой неделе, говорят специалисты. Акимобласти подверг резкой критике слабую организационную работу Акимов, ряда районов и населенных пунктов по своевременному подключению к теплу. В Сардаринском районе в ряде средних учебных заведений не готовы паспорты к готовности к отопительному сезону. В Жанакурганском районе в больнице аула Кожакен до 15 октября не доставлено топливо. Пустует ряд хранилищ угля в областном центре и районах. И еще об одной большой новости. Рисоводы получили богатый урожай риса. Собрано 525 тысяч тонн зерна. В области вновь собран большой урожай. С каждого гектара по 56 центнеров. 27-28 октября праздник Алтын-Ден. Будут отмечены лучшие работники сельского хозяйства.